Первые троллейбусы в городе Сухом начали свое движение в январе 1968 года. Машин было всего четыре. Первые маршруты пролегали от улицы Эшба до рынка Гитурбазы. Со временем направления, по которым стал ездить этот вид транспорта, увеличились до пяти. Сухомский троллейбусный парк был построен в 1973 году. Уже в 80-е годы прошлого столетия количество троллейбусов составляло до 50 единиц. В день по всем пяти маршрутам выезжали 36 машин. Отсюда уехала прямо до Келосури, потом в короткий маршрут до Турбазы, до рынка, с Маяка до Тхубун и с железнодорожного поселка до рынка. Именно на этом виде транспорта стало ездить большинство горожан. Несмотря на то, что по городу на тот момент ходило 36 автобусов, мест в транспорте не хватало, особенно в час пик. К сожалению, так называемых чешских автобусов, которые ездили в советские времена по Сухому, в троллейбусном парке сегодня нет. Но на протяжении многих лет по городу ездят эти троллейбусы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет широкой белой полоской. Кстати, несмотря на то, что первый троллейбус начал ездить по Сухому в 1968 году, сама история создания движения транспорта в столице началась еще в 1965-м. В 1965 году закончил Харьковский институт инженерно-коммунального строительства в факультете городской электрический транспорт. Есть такой колбай Леонид Илич. И вот он после окончания приехал сюда, работал в коммунальном управлении министерства. И он добился через обком построить троллейбусную линию в городе Сухом, с точки зрения, как курортный сезон, как экологический вид, чистый вид транспорта. И, в общем, добился и начали строить в 1965 году. Александр Харазия работает в данной транспортной сфере почти 55 лет. После окончания обучения в Харькове по направлению городской электрический транспорт работал в городе Ашхабад. А уже в 1967 году вернулся в Абхазию. Был на разных должностях – от начальника службы движения, главного инженера и до директора депо. На сегодняшний день является зам директора Сухомского троллейбусного парка, где сейчас всего 16 троллейбусов. Из них около 12 в рабочем состоянии. На маршрут выезжает примерно 7, говорит Александр Харазия. Не хватает водителей. Чтобы 12 троллейбусов выпустить, нужно иметь по фонду рабочего времени 32 водителя. А у нас всего 15 водителей. Из-за отсутствия водителей мы больше 7 троллейбусов выпускать не можем в день. К сожалению, водителей не хватает. Используясь случаем сегодняшнего дня, хотел бы обратиться к жителям города. Если есть желающие работать, имеющие права вождения транспорта, мы могли бы принять их, обучить в вождении троллейбуса и работали бы. Призываем, если кто-то имеет желание, пусть придет, мы с ними поработаем. И они будут работать. Водители троллейбусов начинают свою работу рано утром в 5.40 утра и до 8 вечера. График очень напряженный. Нужно успеть по маршруту. Ведь ждут люди. В летний период троллейбусы работают до 9 вечера. Каждый день без выходных. Однако случается так, что иногда сбивается график. Это связано и с верными отключениями электроэнергии и с отсутствием водителей. Мы это тоже решаем. У нас есть 4 подстанции, которые могут питать друг друга. Троллейбусы бывают, выходят из строя. Это тоже все решается у нас здесь. И мы остаемся с этой проблемой не одни. У нас есть администрация города, которая нам помогает в этом. И всячески пытаемся, чтобы выезжали троллейбусы каждый день и по графику. Сегодня у нас 3 маршрута. Это старый поселок, новый район, маяк Тхубут. Троллейбусы, окрашенные в ярко-оранжевый цвет с надписью на электронных табло «Абхазия Сухум», практически стали визитной карточкой города. Среди горожан этот вид транспорта всегда пользовался популярностью. Ведь на нем можно доехать практически в любую точку города, заплатив всего 5 рублей. А иногда он подолгу ожидает догоняющего пассажира. Наверняка многим из вас доводилось смотреть на город сквозь его большие окна.